Неразумные, как мало вы, умели мне внимать. Оскорбление чувств верующих и богохульства усмотрели в этой постановке православные активисты из Омска. Там гастроли Санкт-Петербургского театра рок-опера отменили, хотя сама церковь ничего против спектакля «Иисус Христос. Суперзвезда» не имеет. Более того, когда в 70-е его поставили на Бродвее, Ватикан одобрил. В России в 1990-м перед премьерой коллектив тоже получил благословение патриарха. Это был Алексей II, поэтому он благословил эту оперу. В то время как раз это очень было необходимо. Особенно всем нам, чтобы вернуться опять к своим корням, встать на фундамент и идти по вертикали вверх. А вообще часто священнослужители приходят на эту постановку? Вы ее видели в зале? Приходят, не только приходят, а еще за эти годы, пока я работал, у меня опять друзья, они стали священниками. Парадоксально, но в советское время эту рок-оперу запрещали за пропаганду религии, которая противоречила принципам коммунизма. Сейчас, наоборот, поднялась волна осуждений этого творческого произведения. В областной столице активисты тоже пытались сорвать спектакль и даже написали письмо губернатору. В Тюмень с этой постановкой коллектив приезжает не впервые. Впрочем, и на нашей сцене силами собственных артистов уже ставили концертную версию рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Тогда никаких волнений активистов не было. Впрочем, и сегодня в зале филармонии все спокойно. Здесь встает еще один важный вопрос – можно ли вообще вмешиваться в творчество, имеют ли активисты право влиять на репертуарную политику. По этому поводу в последнюю неделю также разгораются бурные дискуссии. Всему виной Константин Райкин – худрук московского сатирикона. Его выступление на съезде Союза театральных деятелей взбудоражило многих. Потому что словами о нравственности родине и народе и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, в которых, видите ли, их, так сказать, религиозные чувства оскорблены. Не верю. Верю, что они проплачены. Так что это группки мерзких людей, которые борются незаконными мерзкими путями за нравственность, видите ли. С ним согласны пострадавшие от рук омских активистов артисты оперы. Я считаю, что вот эти все запреты ни к чему хорошему не приведут. Если ты хочешь идти, голосуешь рублем – идешь. Нет – пожалуйста. Тебе это не нравится – никуда не иди. И принцип этот законный, ведь Конституция Российской Федерации – цензура все-таки запрещена. Дарья Власова, Сергей Мякишев. Тюменское время.